Без газа и тепла жители села Красный Октябрь и Черлакского района замерзают в комнатах меньше 8 градусов. Газификация населенного пункта пришла не ко всем, несмотря на то, что многие уже заплатили почти 200 тысяч рублей. Не позаботились о людях и местные власти. Наш репортаж. Медленно и мимо газ пришел не во все дома, а вот холодная погода беспощадно. Пытаясь согреться, многие подключают печи, которые не работали уже четверть века. И как результат – пожары и безысходность. Из этого дома удалось спасти двух маленьких детей. Все остались живы, но уже без крыши над головой. Стоимость подключения голубого топлива около 200 тысяч рублей. Такую сумму большинство не потянуло. Администрация района раздала электрокотлы, забыв подключить к сети. Живем в одной комнате. Я, сын и муж. Обогреваемся обогревателем. Газа у нас нет, газификацию мы не потянули. И администрация обещала подключить электрическое отопление. Ну, нам установили как бы все, но, как видите, еще не подключили. РЭС разрешения не дает. Ссылается на то, что подстанции перегружены. Так что живем в одной комнате. В остальных комнатах холодно. А в этом доме до сих пор топят углем и дровами. Теплоисточник висит на стене и ждет своей очереди. Хозяева мечтают получить долгожданное тепло хотя бы в виде новогоднего подарка. Повесить они котел, повесили электрический, что-то там приварили, я в этом не понимаю. Но, опять же, не подключили отопление, хотя время уже конец ноября. Почему? Потому что, говорят, подстанция наша не тянет по мощности. Ну, результата нету. Вроде бы что-то они делают, вроде бы что-то какие-то движения есть, а результата нету. Топим мы до сих пор печкой, которую много лет не топили, мы ее не пользовались, потому что было центральное отопление. И она пожароопасна, мы боимся. За односельчан вступился Николай Троц, написал заявление в прокуратуру и сразу попал под репрессии местной власти, которые стали ему угрожать. Дело закончилось принудительным увольнением. Меня предупредили в устной форме, что если я заявление не заберу, то меня сократят. И сделают это так, как будто бы я лишняя единица. То, что как раз произошла ликвидация нашей котельной. Всего ЖКХ ликвидация. И сейчас там новая организация. Называется по-другому уже. Когда мы приехали в Красный Октябрь и готовили этот материал, газовщики трудились в три бригады. Те, которых подключили к газу, до последнего не верили в благополучное завершение. Многие гнев сменили на милость. Однако до сих пор Красный Октябрь не подключен к газу на 100%. Бюрокатические проволочки не дают согреться еще нескольким семьям.